Всем привет! Сегодня мы поговорим о миграциях баз данных в Java. На примере LiquidBase. LiquidBase это один из самых популярных инструментов для управления изменениями в базе данных. Я, конечно, не обещаю, что в этом видео не будет воды, но я постараюсь. Наверняка, когда вы слышите слово миграция, в том первом было приходить на ум. Это либо миграция диких животных, либо миграция в другую страну. Но, как вы понимаете, сегодня решили совсем не об этом. Миграция баз данных это процесс, который позволяет вам управлять изменениями в структуре вашей базы данных. Например, добавлять новые таблицы, изменять существующие колонки или же удалять ненужные данные. Почему же это так важно? В современных проектах, особенно когда команда разработчиков работает над одним проектом, в параллельных ветках важно синхронизировать базу данных с кода приложения. Этот процесс часто сравнивают с гитом. Только там у нас коммиты, а здесь ченчсеты. И именно здесь нам на помощь приходит Liquibase, где по структуре файлов вы можете отследить историю изменений, точнее версий вашей базы данных. Миграция облегчает автоматизацию, помогает избежать человеческих ошибок. Хотя они все равно конечно будут, ведь мы же люди и позволяют следить за изменением базы данных с помощью системы контроля версий. И прежде чем перейти к Liquibase, давайте посмотрим на наш проект, на примере которого мы будем сегодня работать. У нас на данном месте, соответственно лишь из двух entity, это компания и сотрудники. Я думаю, что нам сегодня этого хватит, просто для понимания самого принципа, как выработать Liquibase. Что нам нужно из зависимостей? Для этого перейдем в файлик в POM. Нам надо добавить H2, так как мы будем работать на примере базы данных H2. Собственно Liquibase и Spring Bootlet Starter Data GPA. То для чего, вы в дальнейшем поймете. Конечно, ссылочка на git будет в описании. Итак, заходим в Application YAML. Это наш файл настроек Spring. Здесь же указывается наша база данных. Пока что у нас Liquibase выключена. Есть только JPA. На что у нас сейчас может ориентироваться JPA? Рассмотрим наши классы. Класс Company. Видите, мы используем LamBook. Для того, чтобы не использовать Setter и Getter отдельно не писать их. Мы просто используем аннотации. Также у нас есть аннотация Entity, которая относится к JPA. Туда же в принципе можно отнести ID. Тоже такое JPA. JPA это Java Persistence IP. Это спецификация Java для управления постоянством данных в приложениях. Но что же это за зверь такой? JPA позволяет разработчикам работать с базами данных через объектное революционное отображение или ORM, где объекты Java мопируются на записях таблицах данных. Что у нас еще здесь есть интересно? Еще из чего состоят наши классы? У нас есть колонка Company ID, колонка Name и связь OneToMany. Так как у нас в одной компании может быть много сотрудников. У нас есть сотрудники. Собственно, тоже Table Employees. У нас есть колонка Employee ID. У нас есть колонка Name и связь ManyToOne. Так как у одной компании могут быть много сотрудников. У нас есть Private Company. На самом деле, если мы давай сейчас запустим наш проект, то увидим, что в базе данных создаются две соответствующие таблицы Company и Employees. Для этого нам нужно всего лишь изменить круфтов в настройках. Мы сейчас просто запустим и у нас там ничего не будет. Запускаем приложение. У нас приложение стартовало. Для того, чтобы посмотреть, что у нас с базой данных. У нас в принципе указано, что у нас здесь H2. Консоль включена. Для чего используется эта консоль? Это для удобства работы с этой базой данных. Если у вас стоит IntelliJ IDE Ultimate, то вы можете подключить ее к базам данных непосредственно в самом приложении. Но, допустим, у вас ее нет. Есть универсальный, скажем так, доступ через ваш браузер. Для этого мы переходим в браузер. Обращаемся по адресу localhost 880 h2.console. Так у вас приложение запущено. Мы имеем доступ к нашей базе данных. Проверим, что у нас сейчас есть внутри. Видим, что у нас нет ни одной таблицы. Хорошо. Возвращаемся обратно в наше приложение. Собственно, вот наше подключение базы данных. Datasource. URL. URL нашей базы данных. H2 это InMemory. Очень легковесная и с ней для каких-то тестовых проектов очень удобно работать. Быстрое подключение. Она, собственно, находится у вас память. У меня она вписывается в файл. UserName, пароль придумали себе. Ничего сложного. Что нужно поменять? У нас, как мы использовали аннотации, собственно, от JPA, он сам у нас, как говорил ранее, может сделать таблицы, просто основываясь на наших entity. То есть мы озвукали, что у нас будет table employee. Но, как вы только что видели, у нас в базе данных его нет. Пока что нет. Чтобы не появились, мы просто в application.yaml.dl.appto. Это описывает тему, как будет известись по время запуска приложения. Если мы поменяем на create и перезапустим, то он прочитает все наши классы, в которых есть аннотация table и создаст необходимые таблицы в базе данных. Приложение стартовало. Открываем нашу базу данных. Обновляем. Вуаля. У нас есть companies и employees. Сезон они пока пустые. Мы в них ничего не добавляли. Но оно работает. Но сегодня мы оставим его бездействовать. Перейдем обратно в known. Так как нам от JPA нужны только аннотации. Вернем нашу базу данных в исходном состоянии. Для этого просто удалим этот файлик db. Теперь, собственно, перейдем к Liquibase. Liquibase это open-source инструмент, который позволяет описывать изменения в базе данных в форматах XML, YAML, JSON или SQL. Лично я за этого очень сильно люблю, потому что мы можем описывать файлы, которые создают таблицы. Допустим, я люблю XML. В то время, как мы файлы по заполнению нашей базы данных, какой-то тестовыми данными, мы можем их писать в формате SQL. На ваш выбор, кому что-то больше нравится. Кто-то пишет полностью и создание и наполнение в SQL, кто-то комбинирует. То есть тут как вам удобней, пожалуйста, выбирайте. В чем вообще основное преимущество Liquibase? Это возможность контролировать все изменения с помощью системы контроля версии. Из чего состоит Liquibase? Для этого мы можем открыть их официальный сайт. Вот, допустим, откроем их в SQL. Итак, вот он принцип работы Liquibase. Теперь это наш файл. Ну, в данном случае это SQL, но, как я говорил, это могут быть и YAML, и XML, что угодно, и хоть и JSON. Эти файлы относятся в ChangeSet. Затем ChangeSet поступает в ChangeLog. Только в сам ChangeLog поступает в Liquibase, который уже, в свою очередь, отправляет изменения в базу данных. Тут вот эта вот миграция SQL, ChangeSet, ChangeLog, Liquibase, база данных. Собственно, и это есть миграция. Рассмотрим более детально, что означает каждый из этих ChangeSet, ChangeLog. Liquibase использует файлы ChangeLog. Это своеобразный журнал изменений, где вы описываете все операции, которые необходимо выполнить с базой данных. Затем Liquibase сравнивает текущее состояние базы с журналом изменений и применяя только те изменения, которые еще не были выполнены. Итак, посмотрим на настройки, которые необходимо сделать в Java. В файле Application YAML. Как я говорил ранее, нам надо включить наш Liquibase, Enable True. Теперь нам необходимо указать, где же будет находиться, собственно, этот основной файл ChangeLog. Я, простите, сделал себе заготовки, чтобы долго не писать. ChangeLog у нас будет лежать по адресу спокойненько положить файл ChangeLog Master. Посмотрим, что внутри этого файла. ChangeLog Master это инструкция, по которой будет Liquibase собирать вашу базу данных. Важна очередность, потому что он будет идти сверху вниз. Если, допустим, в нашем случае у нас есть компания, есть employee. То есть, если мы пытаемся сначала создать и заполнить сотрудника, но при этом у нас еще нет базы данных с компаниями и мы попытаемся записать в сотрудника ID компании, которые еще не существуют, мы получим, конечно же, ошибку. Поэтому очень важно собрать правильную очередность работы с вашей базой данных. Это мы пока что можем отсюда убрать. Вы видите два файла. Это у нас версия 001. Дальше мы указываем наш файл. Его наименование. Было бы хорошо понимать, когда этот файл был создан, то есть дата, номер для удобного выстроения очередности и, собственно, что он делает внутри. Если мы зайдем в этот наш файл, для этого мы приводим наш DB ChangeLog. Вот наша версия 001. Вот наш Create. Это стандартный файл XML. У него абсолютно стандартная шапка, которую вы можете найти, опять же, на сайте Liquibase. Я вам настоятельно рекомендую. Читайте документацию. Это вам в дальнейшем очень пригодится. Будет очень часто его включать, потому что часто даже чат GPT вам не поможет, потому что у него есть свой срок обновления данных. Информация на сайте всегда самая актуальная. У нас есть шапка и, собственно, наш ChangeSet. Вот это блок ChangeSet. С чего он состоит? Первый это автор и ID. Автор, естественно, выписывает из себя. ID. Тут уже как работает ваша команда. Тут, может быть, на самом деле, ID какой-то номер там 1, 2, 3, 4, 5. В моем случае это просто описание, что делает таблица. Это условие, которое давно проверится перед созданием таблицы. До того, как создать, он проверяет. И если такая таблица уже есть, он выдаст сообщение, что таблица уже существует. Дальше мы это прошли условия перед выполнением. Дальше, собственно, наше создание таблицы. Создание таблицы. Наименование Companies. Колонка, у которых состоит таблица. Колонка Company ID. Тип Binary 16. Я использую UID. Это Primary Key. Не может быть null. Вторая колонка. Это Name. Varchar. То есть текстовая колонка. Опять же, на ней можно быть null. Все предельно просто. Собственно, по такой же схеме создана таблица с сотрудниками. Стандартная шапка. Опять же, автор. ID. Уникальный. Опять же, собственно, такое же самое условие, которое выполнено перед работой скрипта. Дальше. Создание таблицы Employees. Та же самая колонка Employee ID. Тоже Name. Тут единственная, добавляется еще одна колонка. Это, собственно, наша связь сотрудника с компанией. То есть у нас каждому сотруднику будет соответствовать ID-шник компании, в которой он работает. То есть у нас есть Foreign Key Company ID, который возьмется из таблицы Companies. Он там называется Company ID. Итак, у нас есть два файла, которые должны запуститься во время запуска нашего Spring-приложения. Мы Liquibase активировали. Базы данных у нас нет. Мы ее удалили. То есть пробуем запустить наш проект. Все запустилось. Отлично. Мы можем посмотреть в блогах, как работает Liquibase. Итак, запустился ChangeSet, где первый CreateCompany. Он запустился. Создался, так сказать, слепок базы данных. Таблица Companies создалась. Отчет о том, что была успешно завершена команда. Дальше запустился второй. Employees тоже создана. ChangeSet отработал успешно. Так, теперь проверим, что у нас произошло в самой базе данных. Обращаемся обратно в нашу х-ту-базу. Обновляем. Видим, что у нас на самом деле создалась компа и employees. В них пока пусто. Также видите, что при запуске Liquibase у нас еще добавились две новые таблицы. Database ChangeLog. Это служебная информация. И, собственно, в ней вы увидите ту же информацию, как здесь. Говорил ранее, мы можем не только создавать таблицы, но и менять. У меня подготовлен такой вот файлик Change. Что он делает? Шапка Standard, ChangeSet. Опять же, у нас автор, ID с описанием. Но в этот раз мы используем RenameColumn. То есть, переименую колонку, возьми таблицу Employees, в которой старое имя Name, переименую ее в FullName. Для того, чтобы этот скрипт уже отработал, нам необходимо добавить его в наш ChangeLog Master. Мы просто копируем. Поставляем. И теперь проверяем. Что у нас на самом деле в Employee раньше был Name, колонка Name. Вот мы видим Name. Запускаем проект. Проект запустился. Мы видим, что у нас отработал Run всего лишь один. Два перед этим уже отрабатывали. В них не было изменений. Всего было прочитано три сета. Теперь смотрим, что у нас поменялась в самой базе данных. Мы обновляем. Смотрим нашу табличку Employee. И видим, что у нас встала колонка FullName. Таким образом, вы можете вносить необходимые изменения. И тот, кто будет работать с вами в команде, либо в проекте, всегда убедит эти версии изменений, добавлений работы с вашей базой данных. Но нам это пока изменение не нужно. Мы его удалим из нашего ChangeBlockMaster. Сновим проект. Почистим грубо нашу базу данных, удалив просто эти два файлика. Также можно заполнять, конечно же, нашу тестовую базу данных. Опять же, вы для этого можете использовать как файл XML, SQL, JSON, что угодно. Мне нравится использовать SQL. Для этого я подготовил файлик добавления данных. У нас опять же, для обращения ClickBase есть автор, двоеточие, ID. Что нам нужно сделать? Нам нужно добавить таблицу Companies, в которой есть всего лишь две колонки. ID и имя. Значение это ID и имя. Insert into Employees. Опять же, у него есть три колонки. ID и этот же ID, чтобы не нарушать целостность базы данных. Если мы теперь добавим этот файл. И запустим наше приложение. У нас отработало три файла. Все отлично. Обновляем базу данных. Неужели я мог забыть пароль, который соответствующий с двух двух символов? Смотрим наши компании. У нас на самом деле есть компания First. Если мы посмотрим, что у нас содержится в Employees. Вот наши First и Second. Как мы и писали, у нас компания First и Employees First и Second. Все работает. Итак, мы рассмотрели, что такое миграция базы данных. Зачем они нужны. Как работает LiquidBase. И как его настроить в Java проекте. LiquidBase это мощный инструмент, который значительно упрощает управление изменениями базы данных. Особенно в больших командах и проектах. Если у вас остались какие-то вопросы по теме, оставляйте комментарии. Мы все читаем и учтем в следующих видео. А так, спасибо за то, что посмотрели. Ждем вас дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!